Якутский городской суд огласил приговор в отношении Алексея Юрченко. Напомним, что минувшим летом он стал виновником ДТП в столице республики, в результате которого погибли два человека. И в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Что решил суд и будет ли обжалован приговор, расскажет Виталий Абрамов. Следствие по делу бывшего директора кангаласской школы длилось примерно три месяца. За это время Алексей Юрченко полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. И есть за что. В августе этого года он выехал на встречку и погубил жизнь двух молодых людей. Врачи-наркологи выявили в крови водителя Мерседеса превышение норм алкоголя восемь раз. На суде Алексей Юрченко вел себя достаточно спокойно и просил родных погибших когда-нибудь простить его. К сожалению, суд не дал нам разрешения на запись его последнего слова и вынесение приговора. Но в итоге судья, приняв сторону гособвинения, признал Юрченко виновным и дал ему пять с половиной лет колонии-поселения. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд обязал взыскать Юрченко в пользу потерпевшей Федоровой в счет возмещения материального ущерба 149 тысяч 48 рублей, в счет компенсации морального вреда 1 миллион 200 тысяч рублей. Однако сторону пострадавших не удовлетворил такой переговор, и они намерены обжаловать его. Убить двоих людей такой срок совсем несправедливый по отношению к пострадавшим, по отношению, ну в общем, к людям. Потому что что подумают люди на примере вот этого закона, вот этого примера о том, что можно вот таким образом пьянствовать, убить двух людей, и вот можно взять творческий отпуск в виде колонии-поселения, отдохнуть, потом дальше жить. А вот дальше жить с этой потерей придется нам. И вот тут хочется спросить виновника, а стоило ли это того? Садиться за руль пьяным и губить жизнь трех семей, в том числе и своей. Но, к сожалению, сторона защиты и сам Юрченко воздержались от комментариев. Виталий Абрамов, Гаврил Дьячков, НБК Саха, Якутск.